Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, мы с вами на портале экзегет.ру И сейчас мы продолжим, а точнее закончим читать книгу про Коворуха, пятая глава. Она продолжает ту тему, которая началась еще в четвертой главе, прославление, или так, обращение, точнее, к Иерусалиму, и рассказывает о том, что будет после окончания Вавилонского плена. Иерусалим, сними с себя одежду плача и озлобления твоего, и оденься в благолепие славы от Бога навеки. Облекись в одежду правды от Бога, возложи на голову свой венец славы вечного, ибо Бог покажет сей поднебесной славу навеки, наречет от Бога имя-то мир правды и слава благочестия. Когда-то Иерусалим обещал, я снимаю с себя одежду и одеваю с себя одежду молитвы. И вот здесь говорится, что снимай, Иерусалим, эту одежду. Почему? И вот здесь интересно. Книга пророка Варуха – это книга, которая обращена к пленникам. И можно понять, что возвращение из плена – вот это и будет снимание этой одежды скорби и то, что появится одежда славы. Но если мы обратимся к библейской истории и посмотрим, а вот что же все-таки там происходило? Вот евреи вернулись из плена. Конечно, первая книга Ездры описывает возвращение как радостное событие. Но вот если смотреть на это событие с точки зрения всей истории, то это все было достаточно скромно и достаточно незаметно. Ну, какая-то часть, чуть около 40 тысяч человек, вернулась из плена, начали что-то там строить. Причем строить даже не город, а строить просто поселение. Да, таких переселенцев было много, потому что царь Кир издал указ о том, чтобы все вернулись. Тех, кого вели. И вот евреи вернулись. Причем не большая часть евреев, только какая-то небольшая часть. Остальные остались в Вавилоне, где за эти десятилетия, с десятилетия плена, они так более-менее обжились. То есть, вот возвращение из плена с точки зрения, конечно, библейской истории – это такое важное событие. Но с точки зрения вот всемирной истории, ну, оно вообще незаметно. Однако Иерусалим так прославляется. И вот здесь мы можем к этому тексту приложить все-таки христологическое толкование. Вот в чем слава Иерусалима? Слава Иерусалима в том, что в нем умер и воскрес наш Господь, что в этом городе родилась церковь, и из этого города пошло распространяться Слово Божие, которое спасительное для всех людей. Продолжаем читать. «Встань, Иерусалим, и стань на высоте, и обратись на восток, и посмотри на детей твоих, собранных на западе от солнца до востока Словом Святого, и радующимся Божьим воспоминания о них. Они вышли от тебя пешим, будучи ведомым врагами, а приведет к тебе их Бог, возносим во славе, как царских сыновей». И снова продолжаем рассматривать этот отрывок тоже с точки зрения самого текста священного Писания и с точки зрения Ветхого Завета и с точки зрения Нового Завета. Иерусалиму предлагается посмотреть на сынов, которые соберутся после возвращения из плена. И снова тот же самый такой вопрос – 40 тысяч – это много? Ну, вообще-то в Иерусалиме жило больше, да и во всей Иудее жило людей, наверное, побольше, а здесь всего-то 40 тысяч. Да и еще, они, да, были уведены, но когда они вернулись? Разве они вернулись во славе? Вот, если читать первые главы книги Ездры, то можно понять, кто возвращался из плена. Во-первых, возвращались священники, потому что им там в плену делать нечего. И возвращалась какая-то часть народа. Остальная часть народа просто финансировала это возвращение. И то есть мы можем так, ну, предположить, что из плены вернулись люди, которых там в плену ничего не держало. То есть это не были, ну, как бы самыми великими, самыми богатыми людьми. То есть вернулись обычные люди. И то есть понятно, что они не выглядели как царские сыновья. Поэтому вот этот образ возвращения, собирания в Иерусалим можно понять и через Новый Завет. И здесь уже Иерусалим становится не земным городом, а городом небесным, куда действительно соберутся все сыновья, сыновья Божьи, сыновья Царя, сыновья Христа. И они будут как дети небесного Иерусалима. Их будет огромное число. Мы, конечно, никогда не знаем, сколько же будет жить в небесном Иерусалиме людей. Хотя это тоже, конечно, все это образы. Образ города и образ небесного Иерусалима. Конечно, это образ. Не видели то глаза, не слышали то уши. Не может язык описать то, что Бог приготовил любящим его. Но те, кто будет входить в Иерусалим, они будут входить в славе, в небесной славе. Поэтому этот стих можем и так, и так объяснить. Но для нас, конечно, важнее прочитать его христологически или через Новый Завет. Продолжим. Ибо Бог определил, чтобы всякая высокая гора и вечные холмы понизились, а долины наполнились для уравнения земли, чтобы Израиль шел твердо со славой Божией, а леса и всякое боговонное дерево сняли Израиля по повелению Божьему. Бог будет с радости приводить Израиля светом славы своей, с милостью и правдой своей. Давайте здесь снова поговорим. Здесь явно перекличка с сороковой главой книги пророка Исаии. И здесь говорится про царскую дорогу. Значит, сороковая глава. Напомню, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу. О чем здесь речь? Есть очень интересная такая мысль. Значит, в древнем мире была одна проблема. Проблема – это дороги. И люди вообще старались особо не путешествовать. Понятно, что были какие-то там дороги, но не были вот то, чтобы мы назвали там шоссе. То есть, какое-то твердое покрытие, четкая дорога, такая ровная, все понятно. Дороги, которые там соединяли соседние города, и поэтому вот эти пути, они были достаточно длинные. Однако, время от времени дороги строили. Например, царь собирался объехать свою землю. И он посылал специального посланника, который шел от города к городу и вызывал людей на строительство дороги. Естественно, это не просто там они вышли, протоптали тропинку какую-то. Нужно делать было дорогу, по которой удобно путешествовать. Соответственно, слишком высокие холмы, они сносились, понижались. Если были какие-то там рвы или овраги, эти овраги, наоборот, засыпались. И дорога получилась ровная, но такой царский путь. И вот по этому царскому пути должен был путешествовать царь. Книга пророка Исаия говорит, что евреи, когда будут возвращаться из плена, они будут идти по такому пути, по царскому пути. Для них специально дорогу построят. Здесь то же самое. Здесь еще добавляется, что они будут идти не просто по такому дороге, а по краям этой дороги будут стоять деревья, которые их будут осенять. Еще эти благовонные деревья. То есть будет очень славный путь. Мы прекрасно знаем, что никакого подобного пути для евреев никто не строил. Евреи не путешествовали по пустыне, по аравийской пустыне. То есть они шли таким крюком. Они шли сначала по Междуречию, по Месопотамии. Потом дошли и спустились вниз уже в Палестину, пройдя через землю Нефалимову и землю Завулонову. Туда они спустились. То есть никакого пути не строили. Здесь то же самое. Когда евреи возвращаются из плена, никакой царской дороги у них нету. И никаких благовонных деревьев над путешествующими израильтянами тоже не было. Что же пророчество не исполнилось? Нет, оно исполнилось. В Новом Завете Иоанн Притеча говорит о том, что я тот самый путник, который готовит путь. Путь для Господа. И поэтому пути пойдут спасенные. Поэтому вот этот отрывок мы тоже можем прочитать в свете Нового Завета. Господь делает такую дорогу, дорогу спасения. Мы идем по этой дороге. Нас закрывает от солнца. Ну, если мы, конечно, живем где-нибудь, мы на севере живем. Поэтому у нас солнца мало. Но представьте, какой зной там был. И вот мы идем под этими деревьями, которые означают защиту Божию. И кто наш предводитель? Наш предводитель – сам Господь, который проявляет свою милость и правду. Вот так постепенно автор книги подводит людей уже к Новому Завету. Потому что образы, которые здесь используются, они потом будут использоваться уже и в Новом Завете. Конечно, нельзя сказать, что книга пророка Варуха цитируется в Новом Завете. Вот эти образы, они были распространены и были понятны читателям и книги пророка Варуха, а потом уже и книг Нового Завета. Мы с вами прочитали пятую главу книги пророка Варуха. И мы дочитали эту книгу. Мы с вами были на портале exeged.ru. Меня зовут Дмитрий Берч-Добыкин. Спасибо за внимание. Всего доброго. Продолжение следует...